Ну вот и все. Это было 9 бойчиков. И опять начинаю эфир. 12 часа ночи. 22 число. Второй месяц. 2022 год. Ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьей. Какой ценой вы куплены? Какой ценой вы куплены? Сыной жертвы Иисуса Христа, скажут христиане. Но Бог у нас всех призывает к себе все народы. И у Михея есть такое слово, которое о чем-то современном напоминает. О чем напоминает современное? О том, что люди хотят воевать. А Бог говорит, что Он накажет народы, которые не послышлены. Он накажет целый народ. Интересно мне стало, как же Бог накажет многие народы. Встань и молоти тщель сиона, ибо Я сделаю рог твой железным, и копыты твои сделай медными. И сокрушишь многие народы, и посвятишь Господу стяжание их и богатство их владыке всей земли. Оказывается, богатство нужно посвятить владыке всей земли. Это было в четвертой главе, а пятая глава заканчивается. И совершу в гневе и в негодовании умещения однородными, которые будут непослушными. Итак, непослушание хуже колдовства. Ну, пришла очередь читать одиннадцатая. Одиннадцатая глава корана называется Сура Худ. Есть такое слово Худ. Алифламра. Это писание, аяты которого ясно изложены. А затем разъяснены мудрым, ведающим. Я сегодня возвращалась домой с работы вечером поздно. И со мной поприветствовалось четыре ангела. Один стоял, два сидела, а еще один сидел. Я заходила в дом. И мне Бог повелел оставить дверь открытой. И все четыре ангела зашли ко мне в дом. И я понимаю, что уже идет слово о том, что Бог освободил четырех ангелов, приготовленных на час, и день, и месяц, и год для того, чтобы умертвить третью часть людей. Умертвить третью часть людей. И это будет делать четыре ангела. Причем приготовленные на час и день. Даже на час. И месяц, и год. Вот я в начале проповеди... Ну, это же я не сама по себе села говорить. Мне Бог поводил. Иначе не говорить, как вчера тоже. Тут было на табло девять двоечек. Ну, мы же не знаем, о ком часть идет речь. Пятнадцатый стих, девятая глава Откровения. Ну, может, это какая-то духовная война. Вот. И я хочу уволиться. Пятая глава от Михея. Михея это пророк, малый пророк. Теперь ополчись, щерь полчищ. Обложи нас осадой. Тростью будут бить полоните судью Израилевым. Ты, Вифлеем, Ефрафа, мало ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, у которого происхождение изначало одни вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит, имеющее родить. Тогда возвращается к сынам Израиля и оставшиеся братьями. И станет он и будет пасти в силе Господней в величии и имени Господа. Бога своего. И они будут жить безопасно. Это очень важно. Ибо тогда он будет великим до краев земли. И будет он мир. Когда Ассур придет в нашу землю и вступит в наши чертоги, мы выставим против него семь пастырей и восемь князей. И будут они пасти землю Ассура Мечом и землю Немруда в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. Интересно. Само название народа. Интересно Ассура. Во-первых, Сура это я вот сейчас Коран изучаю. Ну а если читать слово обратно Аруса. Не понимаете о чем я говорю. И будет они пасти землю Ассура Мечом и землю Немруда в самых воротах ее. И он-то избавит от Ассура, когда тот придет в землю нашу и когда вступит в пределы наши. Пятая глава Михея. Шестой стих. Седьмой. И будет остаток Иакова среди многих народов, как роса от Господа, как ливень на траве. И он не будет зависеть от человека и полагаться на сынов Адама. И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как лев среди зверей лесных, как скинет среди стада овец, который, когда выступит, то попирает и терзает и никто не спасет от него. Поднимется рука твоя над врагами твоими, и все неприятели твои будут истреблены. И будет в тот день, говорит Господь, истреблю коней твоих и среды твои, и уничтожу колесницы твои, истреблю города в земле твоей, и разрушу все укрепления твои. Истогну чародеяния из руки твоей, и гадающих по облакам не будет у тебя. Истреблю истуканов твоих, и кумирам из среды твоей, и не будешь более поклоняться зелиям рук твоих. Искореню из среды твоей священные рощи твои, и разорю города твои. Совершу в гневе, негодовании, общения над народами, которые будут непослышны. Ну и это тема остается открытой. Общение над народами. Все это в Ветхом Завете звучит. Ну и когда мы читаем Коран, одиннадцатая сурада, второй паят. Не поклоняйся никому, кроме Аллаха. Выстинул я для вас предостерегающий вещеватель и добрый вестник от него. Простите прощения вашего Господа и рискаетесь перед Ним, чтобы Он наделил вас прекрасными благами до определенного срока и одарил своей милостью каждого милости. Если же вы отвернетесь, то я боюсь, что вас постигнет мучение в Великий День. Вы вернетесь к Аллаху, а ведь Он способен на всякую вещь. Воистину, они сворачивают свои сердца, отворачивают от Аллаха или скрывают в своих сердцах неверие, чтобы спрятаться от него. Воистину, даже когда они закутаются в одежду, Он знает то, что они утаивают и обнародуют. Он ведает о том, что в груди нет на земле ни единого живого существа, которого Аллах не обеспечивал бы пропитанием. Аллах знает их место пребывания, место хранения от рук матери или могилы. Все это записано в ясном писании. Он тот, кто создал небеса и землю за шесть дней, когда его трон находился на воде, дабы испытать, чьи деяния будет лучше. Если ты скажешь, что вы будете воскрешены после смерти, то неверующие скажут, что это не что иное, как очевидное колдовство. Понятно? Если мы отложим наказание их до определенного срока, то они скажут, что же удерживает его. Воистину, в тот день, когда оно постигнет их, ничто не отвратит его и окружит или поразит их то, над чем они насмехались. Люди любят смеяться с каких-то неведомых вещей. Вот как сейчас утром смотрела вчера, как поет Димаш. Фамилия, не смогу сказать. Реакция американцев, пока они смеялись от него. Они просто слушают, как он переходит там с теннера на сопрано. То есть и теннер это мужской голос, а сопрано тоже женский голос. Они не могут понять, действительно, это какое-то чудо. Как вообще такое может быть? Удивляются все. Как можно перейти с мужского голоса на женский? Там еще какие-то они нюансы заметили. Как у него мягкий голос и как он переходит, так не бывает. Вот такое чудо. Но это машина, да? Это такие связки. Бог создал. Это его дело, да? Это же не человек себя нарисовал эти связки и счеты слепил. Это Божье дело. Вот он Божий талант. Вот. И вот удивляет реакция. Люди, не знаю, не хлопают в удовольствии, не восхищаются, начинают смеяться. Вот такая реакция. И вы знаете, мне Бог вот некоторые вещи сейчас показывает. Мы не любим, когда с нас смеются, там какие-то усмешки. Мы обижаемся над всем. Вот обижаться у людей. Такая реакция. Понимаете, какие-то странные вещи, удивительные. На смешке даже не стоит вообще внимания. Интересно. Мне только там понравилось. Если мы дадим человеку вкусить милость, а потом отберем это, то он отчаивается, становится неблагодарным. Если же мы дадим ему вкусить милость после постигшего виды, то он будет напасти. Оставили меня в покое. Он начинает ликовать и бахваяться. И только тем, которые терпели и совершали правильное деяние, готовы на прощение и великая награда. Ликовать и бахваяться. Надо благодарным быть. Благодарным надо быть, а не просто ликовать и бахваяться. Не надо забывать о Боге. Все равно нужно благодарить за испытание и за освобождение. Хоть может ты отбросишь часть неиспосланного тебе в откровении, твое сердце сожмется от этого, потому что они говорят, почему ему неиспосланное сокровище или ангел не явился вместе с ним? Но ведь ты всего лишь предостерегающий вещеватель, а Аллах подвечитель и хранитель всякой вещи. Или же они говорят, он измыслил Коран? Скажи, принесите десять вымышленных суд, подобных этим, и призывите, кого сумеете помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если они не ответят вам, то знайте, что он испослан сведом Аллаха. Нет божества, кроме него. Неужели вы не станете мусульманами? Я говорю, Бог обращался от имени Бога. Аллах это Бог, переводится. Мусульмане это покорившимся Богу. То есть задается вопрос, неужели вы не станете, неужели вы не покоритесь Богу? Читать можно по-современному Корану, понимаете? Как для последнего времени. Мы были неверующими, и Бог спрятался. Вот я говорю, а теперь читайте. Тем, кто желает жизни в этом мире и ее украшений, мы исполна воздадим за их поступки в этом мире. И они не будут обделены. Они те, которые в последней жизни не получат ничего, кроме огня. Тщетные их усилия в этом мире и бесполезны их деяния. Разве тот, кто опирается на ясные доказательства от своего Господа, за которым следует свидетель от него Джейбрилл, до которого руководством и милостью было писание Мусы Моисея, подобен неверующему, они уверовали в него Коран, а сектам, которые не уверовали в него, обещан огонь. Это, конечно, мне интересно. Дело в том, что современно можно читать. Бог сейчас открывается. Здесь речь идет о последней жизни. И не сомневайся в этом, ибо это истина твоего Господа, хотя большая часть людей не верует. И его очень внимательно изучает. Потому что Бог не любит, когда люди украшают свою жизнь. Ну ладно, можете не помнить Бога, но нищего. Почему вы забыли? Бедного, почему вы забыли? Голодного, почему вы забыли? Какое вы имеете право забывать голодного, нуждающегося? Кто может быть несправедливее того, кто возвел, наверное, Аллаха? Когда они предстанут перед Господом, свидетели и скажут, это они обалдали своего Господа. Почему Бог будет строго судить вот этих обогатящихся? Потому что он не любит стонов голодных. Понимаете? Он не любит, когда люди проклинают жизнь. Он этого не любит. А люди проклинают жизнь, потому что они ограблены. Как я говорила, почему вы бедны, глупы и больны? Потому что кто-то очень богат, очень умён, в кавычках, так сказать, нагл. И здоров, да? Для того, чтобы красть. Вот, когда они предстанут перед Господом, свидетели и скажут, это они оболгали своего Господа. Да будет проклятие Аллаха, наверное, беззаконника. Но вот оболгали Господа. Вот сейчас вот. Я вспоминаю и уже говорил об этом. Такой великий Олег Боков. Такой, знаете, он очень много говорит и занимается бизнесом и проповедует Бога. Давайте что-нибудь одно. Потому что он уже говорит, что Бог любит богатых. Чётко говорил. А этот человек оболгал своего Господа. Чётко говорил это. Произношу. Даже можно говорить, что анафему можно наложить на эту фразу. Который, сбивая других с пути Аллаха, стремясь исказить его и не веровать в последнюю жизнь. Они не смогут спастись на земле и не будет у них покровителей и помощников вместо Аллаха. Их мучение будет приумножено, ведь они не могли слышать и не видели. Они потеряют самих себя и покинут их или исчезнет то, что они измышляли. Несомнение в том, что в последней жизни они понесут самый большой урон. Воистину, те, которые уверовали, совершали праведные деяния и были смирены перед своим Господом, будут обидателями рая и пребудут там вечно. Эти две группы подобны слепому и глухому, зрячему и слышащему. Разве можно их сравнивать друг с другом? Неужели вы не помянете назидание? Мы отправили Нуха Ноя к его народу. Воистину, я для вас возъясняющий и предостерегающий помещеватель. Не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха. Ибо я боюсь, что у вас подвергнут страдания мучительный день. Новое название дня. Мучительный день. Знатные люди его народа, которые неуверенны, сказали ему, что ты такой же человек, как и мы. Мы также видим, что за тобой пошли только самые ничтожные из нас. Но даже они последовали за тобой не по разносим. Мы не видим, чтобы вы чем-либо превосходили нас, напротив, считая вас, Александр. Он сказал, о мой народ, а что если я опираюсь на доказательства моего Господа? И он дарвал мне милость от себя. Пророчествует послание, которое недоступно вашим взорам. Неужели вы полагаете, что тогда мы стали бы принуждать вас к ней, к этой милости и святой на то, что вам она ненавистна? О мой народ, я не прошу вас за это богатство. Ибо вознагреть меня один лишь Аллах. Я не стану прогонять тех, которые уверовали. Ибо они собираются встречаться со своим Господом. А вас я считаю людьми неверистыми. О мой народ, кто защитит меня от Аллаха, если я прогоню их? Неужели вы не помянете назидание? Я не говорю вам, что владею сокровищницей Аллаха. Я не ведаю сокрыленное. Я не говорю, что являюсь ангелом. В наших глазах, что Аллах не дарует им никакого ангела. Я также не говорю тем, которые презрены в ваших глазах, что ангел. Аллах не дарует им никакого добра. Аллаху лучше знать о том, что в их душах. И в темном случае, я был бы одним из безобновок. Это имя Ноя Худ. А, брат Худ. Это один из сыновей Ноя Худ. Его имя. А без законников поразил ужасный опыт. Они оказались повернуты вниз в своих домах. Повернуты они в своих домах. Словно, они никогда не жили там. В эстине, в саму дяне. Не уверовали в своего Господа. И сгинут в саму дяне. Наши посланцы принесли Ибрахиму, Абраму, радостно. Иисказали мир. Он сказал, и вам мир. И поторопился, чтобы принести жареного теленка. Увидев, что они не дотрагиваются до еды, он усынился. И некий почувствовал страх перед ними. Посланцы сказали, не бойся. Воистину, мы посланы к народу Лута-Лута. Жена и настоящая завеса рассмела. Тогда мы сообщили ей радостную весть об Исхаке. Исхаке всем за Исхаком. И якобы, и якобы. Она сказала, горе мне. Неужели я рожу? Я старуха, а мой муж старик. Воистину, это нечто удивительное. Они сказали, неужели ты удивляешься по велению Аллаха? Да пребудет над вами милость и благословение Аллаха. О, обитатели дома. Воистину, он достохвальный и славный. Когда страх Ибрахима Авраама прошёл, он услышал радостную весть. И стал перпираться с нами за народ Лута. Воистину, Ибрахим Авраам был выдержан и смирен в уникальшество. Абсолютное повторение идёт того, что есть у Библии. Англии сказали. О, об Ибрахим Авраам. Оставь споры, ибо твой Господь уже отдал приказ и их посидит не отвратить на ненужение. Когда наши посланцы верили к Луту, он обочился из-за них, почувствовал себя естественным и сказал, это тяжкий мир. К нему сбежались племенники, которые уже давно совершали преступление. И он сказал. О мой народ, вот мои дочери. Они для вас чище. Побойтесь Аллаха, не позвольте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужчины? Они сказали. Знаешь, нам не нужны твои дочери. Тебе известно, чего мы хотим. Он сказал. Если бы у меня была сила, чтобы одолеть вас, если бы у меня была мощная опора. Они сказали. О Lord! Мы посланцы твоего Господа. И они не причинят тебе зла. Отправляйтесь в путь вместе со своей семьей среди ночи. Пусть никто из вас не оглядывается. Только твой живой поразит то, что поразит остальных. И стрелка выйдет утром. Разве утром не близко. Когда же явилось наше время, мы перевернули вверх дном их семей и последовательно обрушили на них каменья из обожженной глины, помеченные твоего Господа. Воистину, они недалеки от беззаку. Несчастные прибудут в огне, где они будут хрипеть и реветь. Они прибудут, а вечны пока существует небеса и земля, если только твой Господь не пожелает иного выяснить. Это будет неиссякаемым ударом. Выжидайте мы, и мы тоже будем выжидать. Аллаху ведомо сокровено в небесах и на земле. И к нему возвращаются дела. Посему поклоняйся Его по вам и Него. Ибо Господь твой не находится в небе и не о том, что вы совершаете. Ибо вы куплены дорогой ценой. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божья. И вот я давно хотела сказать, что в церкви, да что же такого, не знаю как назвать, что уже молятся в крови Христовой. То есть уже не к Богу Отцу молятся, а обращаются к крови Христовой. Призывают кроме себя. Это считается такое особое учение, особая молитва. Человеческий пум уже до такого опустился, до такого знания. Понимаете, что Бог уже не знает как на это все смотреть. Вот такие вот молитвы совершаются ложные. И мы должны сокрушаться. Просто сокрушаться, размышляя о том, как жестоко человеческое сердце. Мы должны меняться. Стараться не распинать праведника. Жить так, чтобы не огорчать Бога. Есть праведные души, которые творят добро. Так на них еще наводят какой-то навет, да. Как будто доставляют удовольствие. Человек живет правдой. Освящается Словом Божьим. Многим это не нравится. Люди хотят свободы, да. Не быть ограниченными какими-то временными сроками. Что там на молитве надо пребывать. Надо посвящать. Не хочу этим заниматься. У меня времени от всего нет. Так же говорят. А у кого-то есть время на это. Он еще за тебя оказывается молится. Потом узнаешь, если не хочешь верить. Ну так извините. Так зачем еще их закапывать? Зачем этих людей праведника еще и закапывать? Самое главное, что раздражает это своей праведностью, знаете. Раздражает, да. У людей такое есть раздражение. Если им не интересно, то мне интересно общаться. Нам лучше пообтирать какую-то тему там, допустим. Но потом надо еще встать, поискать. А как бы он еще согрешает где-то, понимаешь? Человеческая сейчас очень жестокая. Очень тяжело будет с нами. Конечно, я просто... Что я могу сказать? Богу очень просто слезу. Очень просто. Я даже не знаю, что будет дальше. Ну вот Путин царем стал. Или еще не стал. Он уже будет в 22-м году отмечает предовщины. 100 лет образования СССР. За что? Потому что, пожалуй, чем он обратно. Где будет такого? О, 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 о. Добавляем с ними. Продолжение следует...